Добро пожаловать на канал ProBlogTV и в Кремниевую долину, а точнее в Сан-Франциско. У нас такой замечательный вид, и у меня сегодня замечательный гость на моем канале Иван Хомяков. В России я учился по новой системе, это Бакалавр Магистр. Как ты узнал про вот эту J1 визу? Есть компания, которая как раз ищет людей, которые хотят стажироваться, и компании, для которых стажеры нужны. А ты вернулся в Москву, да? Да. И пошел работать куда? Я пошел работать, сначала я попробовал в одной компании, но недолгое время на самом деле. Там я уже пошел на Data Scientist, и там вроде бы неплохо. Там было бы вроде бы неплохо, компания хорошая, Ipanweb называется, но мне не очень понравилась сама работа, поэтому я решил перевестись на другую. То есть, решил уйти оттуда. Просто мне обязанности не понравились, и я решил то, что не стоит продолжать дальше. Да. Затем я перешел в Яндекс. В Яндекс, да. Как проходило твое собеседование в Яндекс? Да, там интересная на самом деле история была, то что у меня было три этапа, и там первые, ну четыре, если считать с фонскрином. А фонскрин нормально прошел, это когда по телефону, по скайпу, по телефону нужно закодить что-то. Потом у меня был онсайт, я его так себе прошел, потому что оказалось то, что мне очень много кодинга дали, а я не очень этим интересовался. Ну, там хардкорный кодинг. Потом, ну, мне сказали то, что да, что-то мы не туда тебя направили, давай попробуем на аналитика. Аналитика я прошел, сделали мне предложение, я тогда, кстати, в Вайпан Вайпе еще работал, я как-то помялся-помялся, как-то зачем идти, тем более в большую компанию, в Яндекс, то есть, ну, я не знаю, как зрители относятся к Яндексу, но мне-то оказалось, это один из гигантов, а я ведь раньше в стартапах работал, и как-то мне, как бы, зачем идти на галеру. Тебе не хотелось быть винтиком в такой большой системе? Да, 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 маленьким винтиком в большой системе. Так что я помялся-помялся, мне еще раз пригласили на интервью, еще раз прошел, и, в общем-то, решил согласиться, ладно, живем один раз, надо попробовать. И, на самом деле, Яндекс изнутри мне показался гораздо лучше, чем снаружи, снаружи это, опять же, большая машина, люди там все маленькие винтики, а на самом деле изнутри гораздо лучше. Я бы рекомендовал людям обратить внимание на большую компанию в том числе. Чем ты занимался в Яндексе? Я так поняла, что ты занимался машин-лёрнингом, да? Да, да. Ну, прикладным машин-лёрнинг. Я вижу разных людей, которые занимаются с той или иной стороны машин-лёрнинг. Это был, скорее, прикладной. Как там вообще был устроен рабочий процесс для тебя, как для программиста, как машин-лёрнинг-специалиста? Вот от постановки задачи до конечной точки. Ну, задача, на самом деле, стояла одна-единственная всё время. В этом есть особенность большой компании, потому что такая задача одна, но там было много куда идти, исследовать и координиться с другими командами. У нас была небольшая команда, скажем, человек пять, может быть, в нашей маленькой команде, в наших стендапах. Да, в общем, чем я там занимался? Я тренировал ранкинг, там один из ранкингов для роботов. То есть, нужно было... Там была большая база данных всех веб-сайтов, о которых Яндекс вообще знает, которые есть в базе данных. И нужно было их отранжировать таким способом, таким образом, чтобы они все попадали потом на индекс. То есть, нужно было самый сок выбрать, там, может быть, это один процент. Я точно цифры сейчас не помню, они, может быть, очень NDA, эти цифры, я скажу, один процент. Хорошо. Из всех документов, которые известны Яндексу, нужно было их выбрать, чтобы потом пользователи могли их искать в интернете. Понятно, что вся эта технология, вот здесь все новинки, здесь, в Кремниевой долине. Насколько Яндекс пользуется вот новыми технологиями? Насколько вот ты можешь оценить, что они идут в ногу со временем, машин-лёгерки? Они идут довольно хорошо со временем. Опять же, со стороны мне казалось то, что это огромная компания, и там неповоротливая. А внутри оказалось, скажем, какие-то фреймворки, которые доступны снаружи, и все они говорят, они пришли там из Гугла, они пришли из Фейсбука. И мне сложно было сказать, что вообще в Яндексе вообще было. Тогда у них никакого open source, ничего наружу не выходило. А внутри, оказывается, у них очень много инфраструктуры, нацеленного для того, чтобы создавать все модели, чтобы тренировать. Какое отличие в устройстве организации рабочего процесса в американской компании и в российской? Вот если сравнивать, ну у тебя уже есть опыт сейчас работы в новой компании, ну вот если сравнить. Возможно, в Яндексе есть такая вот, ну и первая разница, которую я вижу сразу, это то, что люди, которые тимлиды, которые менеджеры в Яндексе, они обычно люди, которые вышли из программистов и которые уже были в Яндексе довольно большое время и знают техническую часть очень хорошо. Что там происходит, что кому идти. Здесь же видно люди, ну есть вот разные тоже направления, либо идти приходить как программист, либо как менеджер. Менеджеры здесь все-таки скорее приходят со стороны. В Яндексе они росли внутри компании, а здесь скорее приходят со стороны, мне так кажется. Ты проработал в Яндексе всего год. Почему ты уволился? Ну, дело в том, что мне так повезло, что я выиграл грин-карту и я решил, что нужно действовать сейчас, либо больше такого шанса не выпадет. И ты поехал прямиком в Кремниевую долину? Да. Или ты стал искать работу удаленно? Нет, 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 нет. Просто гораздо лучше все равно здесь искать работу, уже находясь здесь, потому что многие компании, они хотят уже видеть человека через неделю на он-сайте. Да. И было бы тяжело там за пару месяцев искать в России, из России работу. Ну, вот смотри, у тебя, когда ты искал работу, есть такие в резюме несколько интересных точек. Во-первых, твой мастерс в МГУ, насколько знали этот университет? Вторая точка – это Яндекс. И третья – это то, что у тебя уже был опыт работы. Давай начнем с МГУ. На самом деле и там, и там будет один и тот же ответ, не особо об этом знали. Ни о Яндексе, ни о МГУ. Я просто не помню, по-моему, никто из интервьюеров, с которыми у меня был разговор, никто из них вроде бы не был русским или русскоговорящим вообще, так что никто не знал об этом. То есть это скорее как раз вещи, которые знамениты в странах СНГ, либо, ну да, в общем-то, в странах СНГ, либо где-нибудь в долине, может быть, знают, там, в Гугле. Я очень надеюсь, что в Гугле знают, что такое Яндекс. Но особо нет, особо никто не знает об этом. То есть весь упор был на то, чтобы показать то, что у меня есть опыт, то, что есть какие-то знания и показать себя хорошо на интервью. То есть все приходилось как бы с нуля начинать. Ну а сколько ты прошел собеседований, прежде чем получил свой первый оффер? Я, на самом деле, очень много проходил собеседования. Здесь поначалу как-то не очень хорошо шло. То есть первую неделю, скажем, не было практически собеседований. Потом они полились очень-очень быстро. То есть каждый день были какие-то фонскрины. Мой персональный рекорд – это два онсайта за один день и один фонскрин. Это же невозможно, мне кажется, потому что здесь онсайты проходят там от четырех часов минимум. Да-да-да, я очень устал в итоге, но как-то так получилось. Ну это, да, это было жесть вообще. Но, да, получается то, что при разрешении на работу, при хорошем опыте, если еще тренируешься, опять же, я рекомендую людям, которые идут на программистов, либо даже на data scientists, чтобы они тренировались очень-очень много. Это действительно очень хорошо. Там неделю потренируетесь, и гораздо лучше можно на интервью показывать себя. Расскажи о той компании, вот, в которой ты сейчас работаешь. Да, компания называется Cruise. Это компания, она сейчас принадлежит General Motors. И мы занимаемся self-driving car. То есть, на самом деле, самая лучшая компания. Тебе нравится, да? Да-да-да. Самая лучшая, в смысле, лучше всех. Лучше всех метрики, лучше всех результаты. Да. То есть, единственный, пожалуй, конкурент – это Weymour, это Google. Ну, а ты непосредственно над каким проектом работаешь, в чем твоя ответственность? Я работаю сейчас в команде, большая команда Perception. И если конкретно, это LiDAR сегментation. Это что мы делаем? Мы работаем с LiDAR. Это такой датчик, который самый такой дорогой, самый знаменитый среди self-driving car. Ну, самый такой широко распространенный. И получается то, что он выдает Point Cloud. Это облакоточек, там XYZ. Просто массив точек. И нужно по этому массиву какие-то кластеры найти и сказать то, что вот он кластер – это машина. Вот он кластер – это человек. Там это дерево, это собака. И вот это нужно постоянно делать, постоянно анализировать environment вокруг себя. И после этого другие команды уже делают какие-то выводы по этим данным. Если сравнивать, у тебя вообще достаточно такой богатый опыт. То есть ты поменял достаточно много компаний уже, несмотря на то, что ты молод. Расскажи, какой из проектов остался у тебя в памяти? Вот где у тебя больше всего ты занимался тем, что тебе нравится? Я бы, наверное, сказал то, что пока что это Яндекс. И будет, наверное, сложно его переплюнуть. Вот именно по предметной области, то, чем занимался, там, в принципе, была прям самая-самая зона комфорта. Как ты себя видишь через пять лет? Какие у тебя планы вообще на карьеру? Ну, я в долине, поэтому нужно создавать свой стартап. Ну, не долина, конечно, но, кстати, Сан-Франциско тоже очень неплохо для стартапов. Я думаю то, что очень многие стартапы сейчас именно здесь организуются, а не в долине. Мне кажется, это в целом одно целое почти. От Сан-Хосе до Сан-Франциско. Ну, почему-то мы разделяем. Вы жители города. Да, жители города против жителей деревни. Да, я житель деревни, вот представитель города. Если бы ты сейчас менял работу, в какие три компании ты бы отправил свое резюме? Сначала, наверное, Уэйма. Потому что там, наверное, можно было бы поиграть, и то, что у меня есть опыт, и, наверное, там был бы зарплат хороший из-за этого. Потому что конкурентов, я думаю, они хотели бы взять. Да. Вторая, Dropbox, потому что я там был у них в баре очень замечательный. Бар на хэппи-ауре. Третья, третья, сложно, на самом деле, вот теперь третью найти. Собственный стартап. Да, собственный стартап. Либо хотя бы какой-то другой стартап, но быть одним из первых, кто там находится, чтобы какой-то ownership хотя бы там один процент был. А с точки зрения, ну, назови тоже там три-две как компании, которые используют продукты, в котором используется машин-лёрнинг, которые тебя больше всего привлекают. Ну, есть компания Уэйма, про которую я говорил, но на самом деле я сомневаюсь в том, что у них больше машин-лёрнинга, чем у нас. Так что, да, я бы сказал то, что, наверное, ну, если про гигантов говорить, там, Google, чем занимается Google, непонятно. У них много очень продуктов, поэтому что-то конкретнее, наверное. В общем-то, машин-лёрнингом занимаются вот сейчас практически все в той или иной степени. Например, это рекомендации, это ранкинг, это персонализация. Я бы, на самом деле, меньше бы смотрел именно на компании, я бы смотрел больше на стеки. На стек, чем они занимаются, как у них проходит, как они пилят пайплайны, как они доказывают то, что модель хорошая или нет, там, нужно ли как-то по головам идти, я бы как-то на это бы смотрел. Ну, вот идеальная для тебя компания, идеальная, вот что должно быть в этой компании, чтобы она считалась для тебя идеальной? Либо, чтобы там был устоявшийся стек уже, устоявшиеся технологии, то, что они уже знают, что они делают, это не что-то, ну, да, вот я бы так сказал, чтобы хороший стек уже, хорошая технология и хороший профессионал, чтобы там были. Либо самый-самый стартап, чтобы можно было все это создать с нуля. середнячок я бы сейчас не выбирал, потому что как раз компании, которые быстро растут, у которых уже что-то есть, но пока что еще не знают, куда идти, еще не переросли свои проблемы роста, болезни роста. я увернулся, наверное, от вопроса, конечно, но я не могу на него хорошо ответить, что здесь очень много компаний, и сказать, какая-то одна из них выбрать, это не так и важно, я считаю, что это не так и важно. Что бы ты мог посоветовать ребятам, которые меня смотрят, и хотят переехать, попробовать свои силы здесь, в Сан-Франциско, или в долине, какие советы ты им можешь дать? Ну, поначалу, конечно, если они учатся, то учиться, а если они работают, то работать еще больше, и, конечно же, нужно что-то делать, для того, чтобы начать переезжать, и не обязательно переезжать в Штаты, не обязательно вообще переезжать, если на то пошло, то, что в странах, СНГ тоже можно очень хорошо устроиться, и очень хорошую карьеру сделать, и на самом деле, можете в итоге скучать по березкам, если на то пошло. Да. И такие, да, проблемы есть. Ну, в итоге, самый большой совет это работать и работать, и не стараться менять компанию, и не стараться не упускать возможность, которая, может быть, может предстоять перед вами. Отличные советы. Спасибо тебе за интервью, потому что ты согласился, откликнулся. На этом у нас все. Ставьте нам лайки, Светлана, под этим видео, подписывайтесь на канал, и не пропускайте следующие выпуски. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok